И от гнева его они придут к нему И от дыхания его они погибнут Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова я Камелод G Сегодня я хочу предложить вашему вниманию еще один обзор по британскому легкому танку 5 уровня Крусадер Я говорю еще один, потому как это третий обзор по этому танку на моем канале В предыдущем обзоре я говорил, что хочу все-таки выжать что-то из этого танка Потому как он мне кажется перспективным Вот, свое обещание, дорогие друзья, я выполнил Смотрите, что мы имеем на нем Ну, во-первых, сейчас я приближу Видите, три отметки на стволе у нас И средний дамаг выше, чем у 96,4% игроков Смотрите, рейтинг эффективности 85, двухзначный, бирюзовый То есть, выше всяких похвал, очень хороший Но, поразительное дело, друзья Я не могу получить стату на нем более или менее нормальной 54% для 5 уровня, это, конечно, стата копеечная В предыдущих обзорах я говорил, что по своим характеристикам Тактико-техническим характеристикам Он ближе всего подходит к ст-шкам 5 уровня, а не к лт-шкам То есть, он соотносим с ними Единственное, он уступает практически всем ст-шкам 5 уровня В плане скорости, бронирования И несколько у него хуже пушка, я говорил, чем пушка у типа Т-34 и Т-34 Особенно у типа Т-34, поскольку она скорострельнее 57 мм, такой же калибр, чем у Т-34 Но, он имеет немножко лучший обзор, на 10 метров больше, чем у одноклассников и ст-шек И лучшие углы наводки Смотрите, что у нас дается, минус 7, плюс 20 То есть, углы наводки не запредельные, но все-таки немножко-немножко лучше И, как мне казалось, вот эти все предпосылки вполне компенсируют недостатки И на нем можно получить что-то приемлемое в плане винрейта, процента побед Но не тут-то было, друзья Я не понимаю, что происходит Скажем, если взять типа Т-34 Он легко дает где-то 65-68 процентов побед С крузаком, я не знаю, заговоренный Ну, в принципе, не так много боев, но и не так мало 200 боев, я не знаю, что будет дальше Ну, вот какая-то такая ситуация Давайте, друзья, посмотрим этот бой Что он нам покажет, этот танчик Смотрим бой, друзья Карта у нас Виндсторм, нижний респ Давайте посмотрим, друзья, что нам рисует олень Аж 74 процента на победу Но кто из нас не сливался при проценте побед 78, 82 или того выше Зачастую такой высокий процент на победу расслабляет игроков Все играют неаккуратно, небрежно Главным образом заботясь о том, чтобы надамажить Типа победа и так в кармане Там какой-то статист затащит Надо поехать быстрее вперед и задамажить Я достаточно опытный игрок, чтобы так не поступать Я играю все равно аккуратно и вдвойне аккуратнее Если имеется такой высокий процент на победу Который может оказаться обманчив Что касается сетапа, друзья Мы находимся в топе И наша пушка в этом бою решает Даю вам совет Когда вы играете на легком танке Смотрите сразу, находитесь вы внизу списка или в топе Если вы в топе, есть одно правило Никогда от него не отступайте Играйте как ПТ Мой вам совет Не слушайте там вот это Насиживают яйца в гнездах Крысятничают Кустодрочат Это все фигня Если вы хотите иметь хороший процент побед Хорошие показатели Винрейт Рейтинга эффективности Среднего дамага Все равно так или иначе Придется играть Потом смотрите, друзья Что касается статистов В стилях игры Похож на тактику боя Триариев Я и назвал свой обзор Триарий идет в бой Объясню вам, кто такие Триарии Это римские воины Ветераны Самые опытные Самые скилованные Самые сильные бойцы Но не очень молодые То есть они Даже там У кого-то У Публи Или у какого-то Историка Говорится, что в Триарии Брали бойцов Которые провоевали Не меньше 15 лет То есть они не такие Не такие молодые Не такие выносливые Но очень храбрые Очень опытные Очень умелые Они всегда стояли В третьем ряду И пока молодежь там Разогревалась Изматывалась Они были свежие И неутомленные И целые Так сказать То есть Не раненые Не побитые И когда наступал Критический момент Боя Они вступали В сражение Примерно так Играют В той или иной степени Все статисты Поверьте мне На слово Не ведитесь На все эти Так сказать Дешевые понты То есть Статист Играя даже На легком танке До последнего Бережет Свою шкуру Потому как Еще придется Побоевать О смотрите Как приятно В затылок Застрелили мы Т-80 Придется побоевать То есть Я следую Этой тактике Классически Так сказать Занимаю Самую-самую Безопасную Позицию И уже Видите Начинаю Настреливать Не потеряв ХП Не засветившись Уже имею Какой-то Настрел И два фрага Вот сейчас Тут нам важно Добрать КВ-1 Но Как я говорил В своем обзоре Пушка Во-первых Не очень точная Сбиваем гусеницу И во-вторых Имеет Ну как бы Слабенькое Пробитие Вот я зарядил Голду 180 пробития Этого в принципе Достаточно Чтобы в любую Проекцию Пробить КВ-1 Если вы помните У него броня По кругу 75 миллиметров То есть Вроде как На вылет Должен пробивать Но Необъяснимая вещь Так сказать Нам предлагает Варгейминг У меня Есть обзор По КВ-220 Так вот У него пробитие Там по-моему 99 Что-то такое И я ББшкой Вот примерно Такую проекцию Пробиваю Я еще там говорю Что Это невозможно Этого не может быть То есть Какие-то Варгейминг Весьма Произвольно Трактуют Все эти вещи Все эти алгоритмы Так сказать Необъяснимые Я сделаю Выносочку Кликнуть по которой Вы сможете Перейди Непосредственно Тут обзоры Посмотреть По КВ-220 Вот Что тут у нас В бою Друзья Все-таки Команда Сильнее Как бы Там ни было Вот И Потихонечку Потихонечку Мы немножко Впереди Вот Против Против нас Остались Две ЛТ и СТ Четвертого уровня ИСУ-85 Смотрите Он желтенький Я бирюзовый Казалось бы Ну по скилу Там небо и земля Но это Обманчиво Ребята Я встречал Таких желтеньких Что дадут фуру Многим фиолетовым Никогда не расслабляйтесь То есть Играйте Надежно Осторожно И аккуратно М3Ли Умирающий На последнем Издыхании Малыш Выехал Эти играют Достаточно Непосредственно Фраг У меня Отвернули Так вот Этот Су-85 Давайте посмотрим Он 19к Боев Вот Это достаточно Опытный Боец И Так сказать Может доставить Массу Неудобств И заставить Попотеть А этот У нас Нубик Едет Малыш Куда он ехал Что они делают Загадка Я не представляю Как они играют Смотрите Какое решение Предпринимаем То есть Если бы Если наши Союзники Будут стоять На месте И держать его Су-85 Никуда Не выйдет Вот И так Простоять Над ним Очень можно Долго Поэтому я Решаю Чтобы как-то Развлечься Размять Конечности Проехать К вражеской Базе И Поискать Там Арту Ихнюю И время Скоротать И чем-то Себе занять А Су-85 От нас Никуда Не денется Даже если Он уничтожит Наших союзников Но это Надо быть Полными Нубами Остолопами На господствующих Позициях Над слепым Су-85 Вдвоем Слиться Этот обзор Друзья Разделен На две части Чтобы смотреть Вторую часть Обзора Триарий Идет в битву Просто кликните По выноске Триарий Триарий Идет в битву Идет в битву